коллеги друзья сегодня речь пойдет об исследованиях великом новгороде в средневековом людиным концем здесь работы ведутся уже не одно десятилетие 46 полевой сезон на троицком роскопе два слова скажу о том что здесь изучается здесь открыт целый квартал средневекового города общая площадь исследований на сегодняшний день составляет порядка больше 8000 квадратных метров здесь выбран выявлены четыре средневековые улицы между которыми располагаются 20 городских усадеб частично вскрытые полностью некоторые не полностью и этот объект конечно является вот базовым на сегодняшний день раскопом новгородской экспедиции на котором проходят практику не только студенты московского университета но и других вузов страны школьные отряды археологические кружки собственно их силами ведутся эти работы настоящее время на троицком роскопе исследования идут на двух участках это троицкий 15 который с 2013 года исследуется и он как бы объединяет единый массив раскоп открытые в 90-е годы и уже двухтысячные и троицкий 16 раскоп это участок который уже отделен от общей площади троицкого раскопа и находится через дорогу на перекрестке рядятиной и пробойные улиц по очереди соответственно на троицком 15 раскопе в минувшем сезоне работы проводились в слоях первой половины 12 века и большую часть этого раскопа занимала усадьба же по буквенному обозначению троицких усадеб вот они ему уже не раз рассказывали на семинарах и на конференциях это такая в общем неординарная усадьба именно на ней слоях 12 века зафиксирован зафиксировано самое большое количество берестяных документов и в этом году мы продолжили изучение и также здесь были обнаружены грамоты три документа и интересная коллекция находок в отличие от предыдущих годов когда здесь фиксировалась такая характерная для усадеб городская застройка с жилыми и хозяйственными срубами в этом году были был такой печной угол на раскопе открыто несколько печей которые располагались в несколько ярусов вот но кроме этих печей нужно сказать что на этом раскопе прослежена небольшой участок черницы на улице которая зафиксирована на всем протяжении троицкого раскопа и шла от волхова в сторону варварина монастыря собственно поэтому она и носит такое название несколько ярусов мостовой они более позднего времени рубежа 13 и 12 веков среди редких для средневековых городских усадьб новгорода открыт вот такой небольшой погребок который стоял отдельно на дворе был заглублен в культурный слой и мог использоваться как своего рода летник или холодильник для хранения продуктов или охлаждение каких-то материалов этот сруб также датируется началом 13 века вот она основной территории располагались печи которых я уже сказал они также были свободно стоящими постройками примыкали к мостовой черницы на улице но вот на этом снимке видно участок печи которому подходила вымостка вот здесь вот ниже уже перекрывает этот настил еще одну печь такой свободно стоящий по всей видимости открытый очаг вот пожалуйста к западу от них еще одна печь в несколько ярусов и настил к ней и рядом выделен таким вот чистоколом печной дворик с остатками печи с бочкой здесь зафиксировано два входа в эту зону с востока и с юга ну а бочка видимо была необходима для противопожарных каких-то целей как видите практически никакой такой усадебной застройки в этих слоях зафиксировано не было если говорить о находках здесь было найдено более полутысячи находок из разных совершенно материалов в основном преобладают вещи из железа и цветных металлов и как всегда в новгороде очень много органических изделий из дерева и кожи среди таких находок характеризующих высокий социальный статус владельцев этой усадьбы можно выделить две печати византийские одна принадлежала таможенному чиновнику по определению петра григорьевича гайдукова и вот эта печать тоже крайне редкая с изображением иона предтеч на одной стороне и с богоматерью на другой на сегодняшний день известно одна аналогия или 2 до 1 в ромитаже 2 в чернигове но они все происходят являются случайными находками и только вот эта печать имеет четкую стратеграфическую дату также пополнилась коллекция товарных пломб напомню что на этой усадьбе же на соседних участках тоже была собрана коллекция насчитывающая около 130 товарных пломб которыми запечатывались самые разные товары которые поступали на эту усадьбу в слоях чуть более раннего времени 11 века это находки происходит из дренажных траншей которые мы копаем для осушения территории раскопа вот были найдены нижнесаксонские серебряные монеты и весовая гирька довольно много бытовых предметов в основном это пластины иглы скобы ножи несколько замков как от внутренних так и от навесных замков но нет к ним ключей предметы вооружения представлены наконечниками стрел не так много инструментов для различной ремесленной деятельности вот здесь по моему этой игла на шила и лошкарный резец при помощи которых вырезали ложки и другие изделия которым необходим был выпуклый или вогнутый профиль много предметов и цветного металла вот в основном это выплески которые могут свидетельствовать о наличии на ювелирного производства пластины пломбы привески ну и вот целый спектр украшений разнообразных вот такой интересный нательный крест с остатками эмали аналогично ему был найден на этом роскопе но не совсем аналогично на похожий найдено в прошлом году на этой на этом же роскопе среди украшений вот такая головка булавки которая также имеет ряд аналогий в новгороде в том числе и на троицком роскопе самые разнообразные височные кольца в основном 3 бусины и с зернию и ложно зерненые всевозможные привески лунницы трапециевидные бубенчики вот такой очень хороший топорик амулет секира среди финногорских древностей была найдена вот такая привеска ну и аналогичные ей были найдены также на соседнем участке на усадьбе же и имеют аналогии на других средневековых памятниках самые разнообразные накладки в том числе накладка на ножны и от ножа пуговицы среди предметов из глины вот такое интересное яйцо писанка несколько предметов из камня в том числе шиферные пряслицы наконечник тамара стрелы которая использовалась для охоты на пушного зверя среди предметов из стекла несколько фрагментов сосудов на вот такие вот бусины в том числе золотостеклянные полихромные тоже довольно редкая находка стеклянные бусы с металлическими ушками как я уже говорил большая предмета из дерева среди них хочется отметить игру несколько игрушек особенно вот этот очень аккуратно вырезанный коник который видимо состоял из был составной из двух частей сохранилось отверстие для колесика вот губарь шар то есть дети тоже играли на этой усадьбе довольно много деревянных стрел которые могли также использоваться как игрушки для детей а могли использоваться и для той же охоты на пушного зверя не всегда по размеру этих стрел можно точно определить их назначение поскольку как правило они встречаются в обломках вот такая бирка счетная бирка на которой делали зарубки для фиксации различных денежных там долговых отношений деревянное навершие такие есть навершия с вырезанными андропоморфными изображениями но здесь по моему ничего не вырезано не успели дорезать лицо вот такой большой лук различные детали деревянные ложки и их заготовки также тут обнаружены бытовая утварь на посуда рукояти ковшей трепало зуб бараны подпятник это деталь двери для фиксации вращения двери использовалась такая находка среди предметов транспорта найдено уключено для фиксации весла вот такие вот ботала в том числе ботала с рогулькой это инструмент рыболова который использовал эти находки для завлечения рыбы в сети очень много изделий из кожи в основном это детали туфель подошвы вот но найдены вот такая вот интересная находка вот на лучшее здесь лучше видно она покрыта таким растительным орнаментом тиснением тоже не знаю встречалась новгороде или нет но мы знаем что такие научи они относятся к упоминания письменных источников 12 века но сохранились изображения сделаны в двенадцатом наши наш предмет как раз относится к первой половине двенадцатого века мы вот подобного рода есть изображения в более поздних источниках и коротко о работах на шестнадцатом роскопе вот это большой роскоп площади 540 квадратных метров здесь сейчас изучается усадьба рубежа 13-14 веков она находится непосредственно против церкви троицы по которой назван раскоп и практически полностью попала в площадь раскопа кроме средневековой застройки по-прежнему продолжается сооружение связаны с впускные сооружения связанные с более поздними эпохами это в основном дренажные колодцы и детали дренажных систем 18 19 века вот так они выглядят вот один колодец сохранился даже с трубой которая выходила из него и вела в сторону волхова а что касается средневековой застройки здесь прослежен довольно мощный въезд на усадьбу со стороны рядятиной улице видео таких плах надо сказать что ему точнее не предшествовало после него уже был во второй половине 14 века сооружен еще более внушительный настил 6 метровой ширины и почти что 20 метровой длины которые серьезно пострадал в пожаре то есть при учете при учете ширины средней городских улиц которые составляли два с половиной три с половиной метра то здесь просто можно сказать был проспект проложен средневековой на этой усадьбе вдоль западной границы в ряд располагались несколько построек небольших по площади срубов различного назначения хозяйственного либо производственного сохранились детали крылечек то есть мы можем понять откуда совершался вход возможно были какие-то связи между постройками которые отмечаются по таким вот настилом интересная конструкция печей мы в основном привыкли что в новгородских постройках применялся столбовой опечек здесь же в целом ради случаев в двух соседних срубах используется срубный опечек и печь располагается в центре или как в этом случае печь расположена в углу но занимает значительную часть постройки что тоже крайне не характерно для средневекового времени в южной части в тыльной части раскопа располагалась основная жилая постройка большой четырех стенный сруб примерно размерами 7 на 7 метров с остатками пола мы видим что он пострадал в пожаре слева от входа располагалась печь ее размеры можно реконструировать как примерно два с половиной два с половиной метра то есть это довольно большая паста большое топительное устройство и здесь же прослежена граница с другой усадьбой она читается по остаткам свай чистокола но в основном по забутовкам этих свай тоже небольшие по площади постройки но тоже во всех них сохранились остатки печей ну вот примерно так мы реконструируем планы усадьбы на первую половину 14 века но на рубеже 13-14 веков намечается перепланировка этой территории практически по центру раскопа фиксируется чистокол и таким образом у нас получается уже две усадьбы которые выходили не на рядятину улицу она пробойную это же фиксируется и по смене застройки которая ориентирована уже на рядятину улицу и располагается в ряд то есть если в 14 веке постройка ориентировалась по западному краю усадьбы то теперь она переносится на север вот здесь как раз читаются эти постройки и также не оставляют нас по поздние перекопы эти вот южные части построек прорезано еще вновь вылезшей дренажной трубой пока что непонятно какого времени возможно даже средневекового вот здесь очень хорошо видно как эта труба прорезает небольшой 4 стены сруб ну надеюсь что это уже последняя свидетельница не свидетельница последняя нарушительница на средневековых культурных слоев в конце сезона почти все постройки были разобраны зафиксированы те которые выходили следующий пласт были законсервированы и сейчас я вот буквально вернулся только-только из новгорода вся эта площадь покрыта таким ровным слоем воды там уже где-то порядка метра воды набралось после продолжительных дождей и несколько слов о находках здесь найдено около 1400 индивидуальных предметов в основном предметы из железа и цветных металлов довольно много стекла но это как бы тоже я попозже скажу чем-то связано в отличие от троицкого 15 раскопа на котором были замки но не было ключей здесь довольно представительная коллекция этой категории находок ключи как от навесных так и от внутренних замков самых разных типов довольно мало предметов связанных с ремесленной деятельностью в основном они носят универсальный характер здесь тоже были найдены печати печать князя данила александрович который был в новгороде в 1296 году и довольно распространенная печать в городских владычных наместников плюс еще печать в свернутом виде которая еще ждет своего прочтения изучения также две заготовки то есть мы видим что здесь тоже какое-то велось дело производства среди христианских древности самые разнообразные нательные кресты вот такие вот привески иконки одна с изображением креста и война вторая с изображением ангела также среди женских украшений многобусины и височные кольца вот один фрагмент височного ромбощиткового кольца который как раз в археологии связывают с славянами новгородскими довольно редкая находка такая витая серьга очень большая коллекция перстней 35 экземпляров среди которых еще щитки с вставками стеклянными с шелаком вот есть типа перстней попроще но тоже самая разнообразная коллекция здесь же браслеты различных типов и витые и створчатые пластинчатые какие хотите различные привески тоже 30 экземпляров трапециевидные привески и такие же были найдены предыдущие сезоны но не такие же но аналогичные подвески от шумящих привесок сами шумящие привески коньки амулеты вот такая вот привеска уточка рогатая хотя конечно сложно назвать ее уточкой но почему-то так она вошла в в историографии различные одежные булавки предметы костюма пряжки большое количество пуговиц серия накладок вот о наличии на этой усадьбе литейного ремесла могут свидетельствовать пластины слиток свинца проволока матрица и вот бракованный крестик всего один тигель который в котором должны были плавятся все эти металлы поэтому о каком-то ярко выраженном ремесле мы говорите пока что не можем вот правда есть литейная форма среди предметов из камня вот хочется отметить две интересные находки связанные с каменным веком вот это либо неолит либо мезолит такие вещи редко но встречаются на городских средневековых усадьбах и связаны с языческим культом их считали различными амулетами какие использовали для каких-то лечебных целей это все прослеживается вплоть до 19 века вот так тот кто заинтересуется подробнее этой темы может прочитать статью елена анатольевна тянина и на про орудия каменного века в средневековом новгороде вот такая очень интересная и покрытая тончайшей резьбой костяная ложечка возможно для причастия вот такие тоже мы знаем и в новгороде и других памятников памятниках также тамар наконечник стрелы игральная шашка гребень брунчалка довольно много бус точнее из предметов стекла 203 экземпляра есть несколько бус но основная коллекция стекла связано с браслетами 182 экземпляра и это очень хороший хронологический маркер как раз вот 13 14 века редкая находка оправа зеркала с остатками зеркала еще металлической накладки сверху вот такая детали мебели возможно спинка кресла или стула маленький аккуратно вырезанный деревянный лук такая ось возможно от ручной мельницы при помощи которой вращали каменные жернова разнообразные навершия в том числе вот такое вот за морф на которое могло быть навершием посоха опять же самая разнообразная посуда ковши вот тоже редкая находка носик деревянного водолея заготовка крышки среди предметов связанных с производством обуви можно выделить такую деревянную обувную колодку тоже редкая находка в отличие от кожаной обуви которые большом количестве находятся древесный гриб тоже был обнаружен и использовался видимо для каких-то целей предметов из кожи не очень много всего 91 экземпляра в основном это тоже детали обуви подошвы детали сапог поршни и вот такая такой ажурный поршень богато украшенной в целом надо сказать что коллекция собранная в этом году на троицком муроскопе довольно представительная и характеризует практически все жизни жизни владельцев этой усадьбы или уже этих усадьб поскольку у нас их две и конечно тоже здесь были найдены берестяные грамоты три экземпляра вот но о них расскажет уже елена александровна спасибо за внимание а